Приветствую вас. Вы знаете, читав ваш текст, я хотел бы начать с перечисления тех моментов, на которые мне нужно обратить ваше внимание. И, наверное, именно это и будет анализом ситуации, о котором вы делаете запрос. Во-первых, вы боитесь эмоциональной близости. Это первое. Почему? Потому что вы выбрали себе мужчину, который нравится всем женщинам. Который мудистый, породистый, это все. И, соответственно, который слабый на противоположный пол, да? Который тает при общении с красивыми девушками, да? То есть вы целенаправленно выбрали такого мужчину. Потому что, с одной стороны, вам хочется вот именно такого мужчину рядом с собой, видного, да, обаятельного, красивого. И, с другой стороны, внутри себя, вы чувствуете, что вы его недостойны. Вы до него не дотягиваете. Вы ему не пара. Вы не чувствуете себя достойно ему, его. И из-за этого вы его и выбрали, чтобы самоутвердиться. Потому что в душе вы себя не принимаете. То есть вы боитесь эмоциональной близости с ним. Не можете ему до конца довериться. Вы вообще боитесь эмоциональной близости. Поэтому вы и выбрали себе такого мужчину, который будет не позволять вам эмоционально с собой сближаться. Потому что вы сами эмоциональной близости боитесь. Но если предположить, если представить, что все хорошо, что мужчина ни перед кем не та, что он только с вами, скорее всего, найдутся другие причины. Либо будет более углубленная ревность, либо будут еще какие-то трудности. Либо будет игра в изъян. То есть вы будете искать изъян в себе. Либо что-то еще. Но вы боитесь эмоциональной близости с ним. Но вообще с мужчинами, может быть, с любыми людьми, с кадром человека, может быть, только с мужчинами, это, естественно, неизвестно. Почему вы боитесь эмоциональной близости? С одной стороны, потому что не принимаете себя такой, какая вы есть. Вы вините себя за то, какая вы есть. Вы считаете, что у вас не должно быть каких-то качеств, которые у вас есть, и что именно они мешают вам быть той, кто вы есть. Грубо говоря, ваши родители, либо ваше окружение, значимое для вас в детском или подростковом возрасте, внущало вам, что у вас не должно быть тех или иных качеств. И вы их себе не принимаете. А наоборот, пытаетесь сделать так, чтобы их не было. Вот я уверен, что вас довольно легко обидеть, но только в каких-то определенных моментах то есть что-то более сильно, скорее всего, ярко выраженно вас обижало. Может быть, это вот и есть то, что ну вот ваша ревность, ваша реакция на его общение с другими девушками, это и есть то самое, что вас обижает, вас одевает. Потому что это напрямую касается вашей уверенности в себе как женщины. Ну, могут быть и другие варианты, конечно, вот, но другие варианты нужно исследовать. То, что привели вы, это вариант с женским поведением. И в первую очередь, знаете, ваша самооценка, да, она может быть хорошей. Потому что если бы у вас была именно заниженная самооценка, вы бы, наверное, ну, не были бы с этим мужчиной, скорее всего. И, скорее всего, вы бы не задали платный вопрос, а задали бы вопрос какой-то, ну, обычный такой, да, обычный, бесплатный. Так что, я думаю, что самооценка у вас все нормально. Именно общечеловеческая самооценка, все хорошо, личностная самооценка, думаю, у вас в порядке. опять же, исходя из того, что вы написали. Может быть, у вас это проявляется в других еще моментах, но пока так. Пока так. А вот как женщина вы ведете себя неуверенно. И связано это, во-первых, с отсутствием хорошего женского примера в отношении, ой, в вашей семье. Ну, в принципе, правильно сказал, в отношении к семье только. Обычно это бывает, когда мама ваша либо отстранена от вас, либо она гиперопекающая, либо подавляющая. То есть, в случае, когда мама только мама. не женщина, а именно мама. И в маме вы женщины не видите. Либо видите, но вообще какую-то прямо вот недоступную, непонятную, чересчур далекую от вас и так далее. Вот. Ну, и мы понимаем, что непринятие себя и занятие на самооценке это немножко разные вещи. они связаны, они связаны. Но непринятие себя это чисто вина. То есть, я виновата за то, что я такая есть. А заниженная самооценка это ну, тоже может быть, тоже элемент тут есть того, что я не такая, я не должна быть такой. Но иногда это просто бывает так, что человек действительно считает, что он мог бы больше, но он не делая того, что мог бы, да, действительно себя занижает. То есть, ценность свою занижает. Нужно понимать, что это разные вещи. то есть, неуверенно в своем женском себе, как женщина вы неуверенны. Соответственно, здесь работа происходит в первую очередь над анимой. Анима это первичный женский образ. И над собственной моделью женского поведения. Какая вы женщина? Какой женский образ вам наиболее близок? Какой подход к женскому поведению вам наиболее приятен? В каком образе женщины вы чувствуете себя наиболее свободно? Какое женское поведение по отношению к мужчине вы считаете наиболее приемлемым для себя? Да? Это вот те вопросы, которые здесь нужно разобрать. Вот тут видно, что самой красивой, самой неотразимой, самой очаровательной королевой вы себя не чувствуете. И весь вопрос в том почему. Либо здесь то, что я сказал, либо непринятие комплиментов других людей. Бывает так, что женщина прямо идеальная вообще в образе, идеальный образ у нее, но она не принимает того, что она красивая, того, что она обаятельная, того, что она привлекательная и так далее. Не принимает. Почему? Потому что человек не способен принять чувства других до тех пор, пока он не принимает свои чувства. Только через принятие себя можно принять чувства других. принятие себя это потребность в любви как базовая потребность и достигается она эта потребность только через удовлетворение предыдущих потребностей. Потребности в безопасности и потребности в значимости собственной. Ну, соответственно, это вот вариант. Опять же, это только варианты, потому что я не могу знать, как у вас обстоят дела на самом деле. Но пока так. Пока так. Женское поведение и, собственно, образ женщины. Потому что, потому что, если вы отличите свой образ женщины и вы будете чувствовать себя в нем идеально, то у вас будет расти понимание, что слабость мужчины, да, это не боль вам, это не ущерб вам, это не сигнал вам, это именно его его проблемы, это его особенность к вам, это отношение вообще не имеет. Почему вы, например, не допускаете, что мужчина просто вот пытается самоотвердиться за счет других женщин, потому что ему нужно подтверждение своей красоты, такой нарциссический немного тип, да, и где здесь отношение к вам, где здесь вообще вы, какую роль вы в этом играете, да никакую, вы уже встретили его таким, понимаете, но вам больно, потому что вы проецируете это на себя, и вопрос в том, что именно вы проецируете на себя. Значит, дальше. Следующий момент, значит, это то, значит, почему вы своему мужчине не верите. Обычно не верят людям, а те, кто не может сохранять объективные, адекватные границы, то есть у кого этих границ нет, ну, или они размыты, то есть те, у кого нет удовлетворенной потребности в безопасности личной, да, партнера. вы не верите своему мужчине по той причине, что не можете ему довериться. Не можете вы ему довериться по той причине, что нет четких границ и нет четкого понимания того, что несет вам вред и почему, и что несет вам пользу, и почему, и почему. Вот этого нет у вас. Нет. Нету, возможно, и ответственности, разграничение ответственности, где моя ответственность, то есть если, например, я нашла свой образ как женщина, я в этом образе идеально, я делаю все, я даю мужчине всю себя, а он все равно смотрит на других, то это не моя проблема, это его проблема, и, да, мне больно, конечно, мне неприятно, но мне неприятно только от того, что мой мужчина вот такой. Я все-таки думала, ну, думаю, что у меня один-другой мужчина. Вот только такая реакция как бы идет. А вы, вы, вы испытываете другое чувство. И это связано с тем, что вы хотите довериться, если вы хотите довериться, то вы доверяетесь полностью во всем, это и есть психотическое поведение, то есть полное слияние человек с человеком. Я думаю, это то, к чему вы стремитесь, к слиянию. Ну, потому что вы ревнуете, любой, любой ревнующий человек стремится к слиянию. И у любого ревнующего человека нет личной границы. и соответственно представление о личной ответственности. Да? О том, где ответственный я и где ответственный другой человек. Опять же, почему? Ну, потому что вот тоже из родительской семьи это идешь. Что родители не установили границы, где ты ответственный, где я ответственный, ответственный за то, что сделал что-то не так, плохо и так далее. А где ты? То есть, скорее всего, если родители что-то делали плохо, то виноваты были вы в этом. Или как-то вам давали понять, что вы были виноваты. Либо вообще обвиняли только вас. Либо были отстранены от вас очень сильно. Либо наоборот вас гиперопекали, не ругали, но поведением контекст был такой, что виноваты вы. Это как бы ожидание от вас. То есть, это восприятие, вот эта размытость ответственности, все это идет из детства. Нету границ вреда, нету понимания, что мне во вред, что мне на пользу, и нет личной ответственности. Поэтому вы не верите в машину. Откуда у вас идет вот эта вот клятва есть клятва, запретный плод сладок, вы знаете, у вас есть две такие метафоры. Одна же клятва есть клятва, запретный плод сладок. откуда это, кто это вам внушил, кто, например, с кого считывается модель поведения, за кем повторяется. И второе, это так, прекрасно все знают, что мужчины полигамны и изменяют. Откуда это? Кто это вам сказал? Почему все мужчины полигамны? Почему все мужчины изменяют? Не знаю, Рита, знаете ли вы или нет, но вообще-то, вообще-то измена для мужчины так же позорна, как и для женщины. Если это мужчины, которые не нуждаются в самоутверждении, потому что измена это оскорбление любимого человека. Да. Поэтому откуда этот драйвер у вас? Из семьи, либо из, ну не драйвер, это установка, скажем, установка. Ну, из семьи, или может быть из окружения, или из опыта, вас предавали, изменяли вам. Вот. Но опять же, если вам изменяли, то и вы могли сыграть в этом роли. То есть вы могли неосознанно провоцировать человека на то, чтобы он вам изменял для того, чтобы доказывать себе, что вы недостойны. Что вы недостойны того, что недостойны близости. ну, что-то игра такая, называется попался. Или, в таком ощущении, PSS, можете посмотреть в интернете. Она есть. Игра PSS, психологическая игра PSS. Вот. Значит, далее, мне претен это, пишите вы, то есть здесь как бы идет конфликт. Вы явно с кем-то спорите, вы явно кому-то что-то доказываете, у вас явно на кого-то обиды. есть. Скорее всего, это не муж. Скорее всего, это не муж. Потому что он не изменял вас. Вот. Но это кто-то. Либо отец, либо первый мужчина ваш, либо кто-то еще. Потому что у вас не совсем правильное поведение. У вас не совсем правильное отношение к измене. Понимаете, вы рассуждаете так. Говорю нет изменам, да, их не существует, мужчины не должны изменять, мужчины должны быть верными. Но при этом я для того, чтобы мужчина был верен, делать ничего не должна. Конечно, я утрирую сейчас, я не говорю, что вы для него ничего не делаете. Вот. Но тем не менее. Тем не менее. если мужчина тает, если мужчина говорит с нервностью о другой женщине, то отчасти это ответственность ваша. Это не полностью ваша безответственность, как вы думаете сейчас. Это я тоже условно выражаю, подразумеваю, под безответственностью то, что вы на свой счет принимаете это его флирт. Это не полная безответственность ваша. Это половина ответственности, то есть мужчина с вами не чувствует себя возможно полностью мужчиной. Почему? Потому что не боится вас потерять. потому это перестал вас завоевывать. Вот и все. Вот если говорить о том, что мужчинам присуще каждому, это его стремление завоевывать. Не измена, не полигамность, а завоевание. Потому что если говорить о полигамности, то физиологически полигамны и женщины и мужчины одинаковы. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но одинаковы. И зависит полигамность не от пола, а от немножко других вещей. Это миф, который придумали люди, играющие в родительский комитет. То есть собираются люди и начинают обсуждать, какие определенные люди плохие. Это игра. Это игра, направленная на... Это игра, по сути дела, обозначающая проецирование своих переживаний, своих тревог, своих чувств, своей вины, например. Вот. Вот это вот такой, такой триггер, такой, ну, такой вид социальной деятельности людей. То есть мужчины не полигамны, и они не изменяют. Это делают просто люди. и причина у этих людей не в поле, не в их принадлежности половой, нет. Причина в другую. Вот. Вы говорите, что мне это претит, и следовательно, надо полагать, что мне лучше быть одной без мужчины. Логичный довод у вас, если честно, от меня ускользает. Вам претит не то, что сделал мужчина ваш, он ничего не сделал. Вам претит то, что сделал что-то другое, а отдувается ваш муж. Как вы знаете, почему? Это вот все из того вытекает, что я говорил, из ответственности. То есть у вас нет границ. Нет границ. Далее. Совершенно очевидно, что вы ревнуете. Ревность это в свою очередь происходит от недолюбленности, опять же в детстве. Ревность происходит от недостатка значимости, то есть не чувствуете себя значимой для мужчин. Ну, для мужчин вообще общения для мужчин все для мужчин и в частности. Ревность проявляется как способ обеспечения безопасности, то есть контроль вместо личных границ. Это означает, что вы не в безопасности, ну, потому что у вас нет личных границ, как мы уже сказали. И ревность кроет в себе страх одиночества. Ну, в принципе, то, что сказал мой коллега на момент записи этого ответа, комментарий был только один, коллеги Кудрыщева, Игоря Леонидовича, и он сказал, что это страх быть брошен. Страх быть брошен. Вот. Страх быть брошен, на мой взгляд, это, знаете, такая предыдущая ступень. То есть сперва я боюсь быть брошенным, боюсь, что меня бросают, а когда меня бросят, я боюсь одиночества. То есть почему я боюсь, что меня бросают? Вот я боюсь одиночества. Я боюсь быть наедине с собой, потому что себя я не принимаю, потому что с собой я не знаю, что делать. Наедине с собой я не знаю, как структурировать свое времяпровождение. Я не знаю, как это делать, потому что я себя не принимаю. И возможно, в некоторой степени меня определяют другие люди, потому что я не знаю, как мне структурировать свое время провожди, понимаете, вот, то есть у ревности такие вот причины, и, конечно, мужчина дает поводы для ревности, безусловно, вот, но здесь нужно сказать, что то, что мужчина дает поводы для ревности, вам нужно с ним обсудить, то есть то, что он говорит с нежностью об этой женщине, и так далее, откуда вы эту девочку знаете и видите их вообще, понимаете, вот, вот, это обговаривать нужно, если угодно вы можете даже записать его речь на диктофон и потом дать ему прослушаться, показать, вот у тебя нервный голос появился, я хочу знать, чем это обусловлено, и почему вообще так на рифоне, потому что как бы это занижает мою самооценку, вообще, почему я не единственная, да, о ком ты говоришь с нежностью, непонятно. Дальше. Вы пишите, что замужем вы три года замужчины, непонятно, сколько вы встречаетесь и сколько вы знакомы, но мне непонятно другое, почему вы подвергаетесь сомнению выбор своего мужчины, если он выбрал вас, и если он клянется, что вам не изменит никогда, то почему вы подвергаетесь сомнению его выбор, выбор вас и выбор относительно своего поведения, особенно пока нет доказательств того, что он так не поступил. Имеете ли вы право подвергать сомнению выбор мужчин, выбор человека, другого человека? Если человек сделал вас своей женой, значит он сделал вас особенным, почему вы подвергаете сомнению его выбором. Да, он может быть просто очарован новой женщиной, но для мужчины это может ничего не значить. Вы интерпретируете это как женщина. Но есть еще мужской взгляд. И у меня возникает вопрос, насколько вы были близки со своим отцом и насколько отец был для вас мужчиной? важный вопрос, но очень необходимый. Тонкий вопрос, но очень как бы критически нужный для понимания вашей ситуации. вопрос. Потому что складывается ощущение, что мужскую психологию вы не знаете и как работает мужское восприятие не знаете тоже. И вы можете этого не знать только в том случае, если вам не у кого было учиться. вопрос. Вопрос в том, какой антиобраз. Вопрос в том, какой антисценарий или негативный сценарий мужского поведения у вас в сознании прокручивается и кто его автор. В этом не разрешенный конфликт на самом деле. Далее. Почему нет детей, если вы 3 года замуж и вам 33 года, а мне 38? Муня люблю, наверное, через чур. А что, у любви появились какие-то грани? Когда появились грани? Почему я это пропустил? Вот. Нет, я не хочу сказать, что я обесцениваю то, что вы говорите, но как можно любить? Через чур. Человек либо любит, либо нет. И любит он, как правило, безумно. А что-то не любит. Вот. Он красивый, значит, мужчина, видный, обаятельный. Он нравится всем женщинам и так далее. Единственное, складывается ощущение, что вы своего мужчину очень идеализируете. Вопрос. Зачем? Чем обусловлена подобная идеализация? Психотической моделью поведения, неуверенностью в себе, женской позиции, то есть гендерной по гендерной идентификации, или неуверенностью в себе, либо чем-то экзистенциальным, то есть некой такой жизненной позиции. Это вопрос. Потому что, несмотря на то, что вы его любите, все-таки нужно как бы человеку набрать драво и понимать его недостатки. Дальше. Он слаб перед женским полом. Вопрос. То есть когда вы об этом узнали, что он слаб? И если узнали, что за ним есть такой вот, ну не грех, особенность индивидуальная, да, как мы к этому отнеслись. Простите, вы с человеком три года. Вы с человеком три года. Он, когда начал себя вести так, он, когда начал проявлять себя так, если, как вы говорите, вам это прийти, почему вы с ним до сих пор. Я могу понять, что для вас это неприемлемо. Тогда вам уже давно нужно с ним развестись, потому что, скорее всего, он не изменится. Если вы принимали три года его, то что изменилось сейчас. Если он начал вести себя так после определенного, ну, какого-то момента, то этот момент требуется проанализировать. Пока вы говорите нам, что вот я к ним три года, он тает перед другими девушками, я вот только сейчас, после три года решила обратиться к вам за помощью, потому что надеялась, что этого не будет. Вот пока выглядит так. Согласитесь, позиция довольно дерзкая. Вот. Значит, появилась новая девочка, помогающая ему по работе. Чувствую в разговоре о ней, он с ней не все о ней говорит. Как вообще получается, что вы в разговорах говорите об этой девушке, тоже для меня загадки. Девушка симпатичная, уверенная, что влюбился. Мужчина любит вас или нет? Как он может, любя вас, влюбиться в другую? Он может быть и очарован, он может даже действительно грехотеться с ней сексом. Но это не любовь. И не влюбленность. И откуда вы знаете, что он хочет с ней сексом? Откуда? Меня это осознавание убивает. Чем? Чем? Конкретно, чем убивает? Какое вообще отношение это имеет к вам? Вы, если человека любите и принимаете его таким, то, соответственно, что вас убивает? Ну, ему это нужно. На дело он это не доводит, ну, до, как бы, измен. Ну, подумает о ней, подумает и охладеет. Разве нет? Разве не так всегда было? Ну, особенность такая у мужчины. Вас-то это лично как бы девает? Какую область вашей безопасности, вашего равновесия это нарушает? В чем стеряется равновесие здесь? Именно в вас. Именно у вас. Когда вы это увидите, вы сможете понять, что это чисто ваша проблема восприятия. И сможете сами это подкорректировать. Да, это определенная работа над собой. Но, по крайней мере, мужчина не будет влиять на вас. А вы не будете позволять его особенности, которая, скорее всего, была до вас. Которая так просто не уйдет. Влиять на себя. Так, ну, далее вы говорите, собственно, о страхе близости, о котором я говорил. И далее вы пишите, что вам прийти, что мужчина полигамный. И, следовательно, надо полагать, мне лучше быть одной без мужчины. Ну, вы же понимаете, что это абсурд. Да? Что, ну, это ненормально. Когда женщина без мужчины. Это очень ненормально и их полигамность. Подскажите, как мне быть счастливой. Для начала обрести гармонию внутри себя и не быть зависимой от кого-либо. И не нуждаться так в мужчинах. Вот ваша безумная любовь, если я правильно понял. Это стремление к слиянию. Это стремление к тому, чтобы через мужчину получить то, что вы не можете получить сам. Это не секс и не что-то такое. Это все, что вы можете взять у себя. Скажите, повышать самооценку не обращать внимания. Ну, про самооценку я уже сказал. Да? Горе от ума мне мешает и я прекрасно знаю и чувствую, что мой муж хочет, когда мой муж хочет другую. Окей, ваш муж может хоть и другую, потому что любой мужчина это завоеватель. Главное надо просто сделать так, чтобы он завоевывал вас. Чтобы не было времени завоевывать кого-то еще. Вот и все. И это ваша модель поведения. Это ваша стратегия поведения. Это ваш образ. Вот и все. Мужчина не будет мужчиной, если не будет завоевывать. Я не думаю, что вам нужен такой мужчина, который не хочет завоевывать. Вот эту энергию нужно обратить на себя. Вот и все. Далее. Какое именно горе от ума? Вы чувствуете это хорошо. Прямо того, что вы можете чувствовать неправильно. Почему вы считаете, что вы чувствуете всегда правильно? Вы знаете, я бы не сказал, что у вас проблема с самооценкой. С самооценкой у вас все в порядке. Вы настолько уверены в том, что чувствуете правильно, когда ваш муж хочет другую. Что мне кажется, что самооценка это последняя, чем бы я стал заниматься здесь. Вот. Уйти из отношений. Да, и опять же, по поводу того, что его хочет другая, это тоже ваши домыслы. Там может быть симпатия, но насчет этого еще раз говорю. Люди полигамны одинаково. Физиологически. А психологически у этого есть свои причины. Уход из отношений вам ничего не даст. То есть, пока вы боитесь близости, эмоционально. Пока вы не принимаете себя, везде будет одно и то же. Ну, тогда как, чтобы потом не страдать без него? Вы понимаете, а с чего вы должны страдать без него? Вообще говоря. Ну, если вы уйдете, как проявляется здесь любовь? Если вы его любите, то вы не уйдете, потому что вы делаете его счастливым. Если вы уйдете, то вы уйдете для себя. Значит, вы не получаете от этих отношений ничего. Значит, он нужно вам. Без него вы это получите. В чем страдание? Вопрос. «Принять», что он может быть с другой отпустить? Ну, для этого требуется довольно высокий уровень мудрости. Я бы не сказал, что многие люди могут похвастаться таким уровнем, то есть вы можете принять и отпустить, но вам это, скорее всего, будет вредить и бить по самооценке, по гордости, по самолюбию, так что вряд ли. Вот для вас это будет сейчас безопасно, потому что вы проецируете, вы проецируете на себя, ну или им проецируете, если быть точно. С другой стороны, то, что вы задаете вопрос, уйти, остаться. Это свидетельство о том, что вы не уверены в себе. Это свидетельство вашего психотического поведения, что вы пытаетесь найти кого-то, кто бы вам указал, как поступить. На самом деле, если подкорректировать те моменты, о которых я сказал, то вы сами поймете, что вам нужно делать. И все. Этот выбор нужно сделать вам. Либо вы остаетесь, либо вы уходите, либо вы остаетесь и принимаете мужчину таким, какой он есть, либо вы стараетесь обратить его энергию на себя. Это вам решать. Вам. Может быть, после того, как вы себя примете, вам вообще этот мужчина будет не нужен. Неизвестно? Неизвестно, что будет. Да, я ему уже сказал прямо, что вижу его к ней чувства. Он, естественно, отнекивается. И вот опять. И вот опять. Вы, мужчина, ведете себя как родитель, на мой взгляд. Вы не воспринимаете его как взрослого. Вы не воспринимаете его как человека, который отвечает за свои слова. Вы не воспринимаете его как кого-то, кто если сказал, то все. Значит так и это. И вы ведете себя с ним, как ведет себя строгий родитель с ребенком, который может нам хулиганить и прочее, прочее, прочее. Вопрос. Почему? Вопрос. Понимаете ли вы, что такая позиция, такое поведение убивает в нем желание и влечение к вам? А вами в этот момент движут установки, скорее всего, вашей мамы, которая подавляла вашего папу. Таким образом. Ну, то есть, говорила примерно то же самое ему. Ну, че этот сам опять носки разбросал? Да? Вот так вот, как родитель. Тем самым убивая в нем, как бы, влечение к ней. Вот. Вы повторяете это. В действительности же, в действительности же, нужно отслеживать эти моменты. Если человек говорит, что нет, значит нет. Нужно верить в человек. И ориентировать. А, нет, ну хорошо, значит не показал. Показал. И все. Мужчину судят по поступкам. Не по словам, не по интонациям. Мужчину по поступкам. Ваш мужчина пока не изменял. А значит судить его не надо что. Вам же нужно понять, что в тот момент, когда вы ведете себя вот так, это не вы. Это ваши родители. А какая вы? Где женщина? Где партнер? Где ваш выбор? Личностный выбор? Где он? Или вы согласны с родителем? Со своей матерью, например. Что так нужно вести мужчину себя. Но тогда мужчина всегда будет смотреть на других. На тех, кто воспринимает его как взрослого. И вопрос. Чего хотите вы? И что готовы для этого сделать? И какую цену готовы заплатить? Подумайте. Взрослый человек всегда знает, чего он хочет. Всегда знает, как он этого добьется. И всегда знает, что ему за это придется отдать. А знаете ли вы? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.